Акорицидные обработки парковых зон являются плановыми мероприятиями, проводимыми сотрудниками Зонального центра гигиены и эпидемиологии дважды в год. Весенние и осенние периоды, когда возрастает активизация членистоногих. Такие меры, направленные на предотвращение случаев укусов, способствуют благоприятной эпидемиологической обстановке. Сегодня проводится плановая акорицидная обработка территории парка воинок-интернационалистов от клещей. В связи с обнаружениями клещей после проведенных энтомологических обследований территории. Акорицидная обработка проводится при благоприятном метеорологическом прогнозе. Сбор ягод, грибов на обработанной территории разрешен не раньше, чем 40 дней после проведенной обработки. Конечно, после проведенных работ любителям прогулок по парку необходимо учитывать и последствия принятых мер. Но и без лишних слов, все опрошенные респонденты понимают важность профилактических действий. Обязательно, обязательно нужно. Тем паче в выходные дни народу много, детворы много, поэтому обязательно нужно. Да, я считаю, что обязательно надо. Вот где-то зоны отдыха, где за людей, вот собираются много с детьми, подростки, вот молодежь. Надо обязательно обработать, чтобы было. Очень даже приятно, когда заботятся о здоровье, о детях. Конечно, надо. И в школах говорить об этом, и так тоже показывать, рассказывать. Длинные штаны, руки закрыты, пришел, осмотрелся, детей. Нет, это, конечно, надо. Ежегодная обработка – это только одна из мер. Самим же жителям стоит помнить элементарные правила, соблюдение которых убережет от укусов кровососущих монстров. Привычный мацион стоит совершать только по организованным дорожкам, избегая лесных тропинок и высокой травы. Также… Для того, чтобы не пострадать от укуса клеща, вам необходимо, собираясь на прогулку, не только в парк воинов-интернационалистов, в принципе, на дачу, за город, в лес за грибами, необходимо одевать одежду, максимально закрывающую тело. Желательно светлых тонов, тогда клеща будет легче обнаружить на нем. Необходимо обязательно пользоваться репеллентами. Это средства, которые отпугивают клещей. Стоит отметить, что репелленты от укусов комаров, мошек и клещей, они разные. Стоит помнить и о том, что после длительного нахождения в лесу, на даче или в лесопарковой зоне, следует обязательно проводить само- или взаимоосмотры каждые два часа. Именно в течение такого времени хитрый паразит может находиться на теле, одежде, в машине человека до момента укуса. Особое внимание при проверке стоит уделить. Клещи любят места, где более нежная кожа, где локтевые изгибы, коленные суставы. Также у деток очень страдают, очень часто детей кусают. Это заушная область, область затылка, волосистая часть головы. Бдительность и внимательный осмотр родителями детей смогут уберечь от нежелательных последствий. В случае обнаружения клеща необходимо снять членистоногого самостоятельно, а лучше обратиться в медицинское учреждение во избежание дальнейших проблем со здоровьем.